Итак, доброе утро, доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать Тору. Всем привет, бонжур, хеллоу. И мы продолжаем изучать великую божественную мудрость, которую получили пророки. Пророки – это люди, которые имели доступ к великому божественному Wi-Fi, если современным языком, которые умели выходить в духовнейшее пространство, которое является основой, а этот мир является проекцией. И те, кому интересно изучать мудрость великого царя Слава Мона, значит, собираются с 10 до 10.30 и изучают. Мы уже находимся, правда, в конце книги-притчи. 31 глава, вообще окончание, самая важная, самая важная глава, можно так сказать. Знаете, самое важное в любом процессе – это начало и конец. То есть начало – это твое намерение, твой план, твоя цель, твоя стратегия – это начало. И все, что в этом мире существует – это было когда-то идеей в голове у какого-то человека. И, значит, начало – это идея. И важна концовка – как ты реализовал эту идею, как ты ее довел до конца, уже конечный результат. Интересно, что когда я занимался легкой атлетикой, когда-то в молодости, в ранней молодости, то я очень быстро стартовал. Я был король старта, меня назвали. Я бегал 110 с барьерами. Я вот на старт, внимание, выстрел, вообще меня нет. Я уже полдистанции пробежал. Но, в конце концов, меня догоняли и обгоняли. Было несколько человек, которые могли меня обогнать. И мне тренер всегда говорил, ты знаешь, не важно, какой ты на старте. Вообще не важно. Это никого не волнует. Твой старт никого не волнует. И середина дистанции тоже никого не волнует. Всех волнует окончание. Надо быть королем финиша. Значит, мы сейчас находимся в 31 главе. Начал царь Соломон 1 главу с того, что он сказал, что это Мишлий Шлома бен Давид. И он это притчи царя Шлома, сына Давида. И он их написал, чтобы мы могли познать божественную мудрость и наставление. Моральная дисциплина на английском называется мусар. Наставление это умение управлять собой. Вся эта книга о том, как работает мир и как управлять собой в этом мире. Как управлять своим животным, поставить его под контроль своего интеллекта и божественной души. И сейчас мы дошли к 31 главе. Конец, финиш. Это такой как Димн. С 10 по 31 отрывок. Называется «Кто найдет доблестную жену? Цена ее намного выше, чем жемчуг». И здесь идет спецификация, какой должна быть женщина. Но мудрецы говорят, что это имеется в виду доблестная жена не только женщина, а и тора мировоззрения. То есть это как жена. Если у тебя есть правильное мировоззрение, которое... Откуда ты берешь жену? Из внешнего мира. Откуда ты берешь мировоззрение? Из внешнего мира. Если у тебя есть хорошая жена, которую ты взял из внешнего мира, Тогда у тебя в жизни все складывается. Вот Александр Бажок, он подтвердит, что если есть хорошая жена или юристок, Но для мужчины это очень важно. Теперь, если у тебя есть правильное мировоззрение, То есть ты живешь по правильным таким, знаете, установкам, То тогда тоже у тебя в жизни все отлично, если ты правильно принимаешь решения. Если и третьи мудрецы, они говорят, что доблестная жена это интеллект. Так как у человека самая важная часть его жизни, То, где он принимает решения, это интеллект. Это его способ обработки информации. Понятное дело, что мировоззрение это аксиомы, которые он принял. Они извне. Мировоззрение человека, оно, как бы человек ни говорил, Это мое мировоззрение. Но у человека нет своего мировоззрения. То есть все, как человек смотрит на мир, это какие-то системы, Которые человек принял извне. Это не те философские системы, которые человек для себя принял. То ли от папы, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, Что такое хорошо, что такое плохо. То ли от партии родной, как в коммунистической партии она объясняла людям, как жить. То ли от торы человек принял мировоззрение. То есть он говорит, да, это тора, это Машер Абену принял от бога, а я верю. Кто-то взялся мировоззрение от пророка Мухаммеда. Он говорит, значит, я верю в Коран, например, да, как мировоззрение. Кто-то верит в христианскую Библию. Он говорит, а я верю в христианскую Библию. Но любое мировоззрение, это то, что человек берет откуда-то извне. Жену он берет из внешнего мира извне. А живет он в своем интеллекте. То есть, как бы, главная часть человека, в которой он постоянно варится, от момента просыпания до момента засыпания. А ночью тоже интеллект продолжает работать, только человек не осознает. А интеллект продолжает обрабатывать всю ту информацию, которую человек получил и обработал в течение дня. Во время сна там тоже происходят процессы. Это третье объяснение, кто такая доблестная жена. Хорошо работающий интеллект, это важно. Правильное мировоззрение, это важно. Хорошая жена, это важно. Все, возвращаемся. Какой должна быть хорошая жена? Мы уже дошли до 14-го отрывка. Значит, в 13-м отрывке мы узнали, что она обрабатывает шерсть и лен. И она с охотой работает своими руками. Она работящая. То есть, она такая, знаете, воодушевленная работает. Есть люди, у меня, слава богу, есть несколько бизнесов, в которых я или владелец, совладелец, управлял какими-то бизнесами долгое время. Я знаю, есть люди, которые любят работать. Вот они работящие. А есть люди, которые не любят работать. Вот они, просто у них вся их жизнь съехать с работы. То есть, не сделать. Как не сделать, они думают. А другие люди, они не думают, как сделать. Они делают, делают и делают. То есть, у них даже нет вопроса, чтобы не сделать. Они хотят. Вот жену надо выбирать такую, которая любит работать своими руками, которая любит работать, а не любит отдыхать. Дальше, четырнадцатый отрывок. Айтака Аниотсохер Мимерхак Тави Лахма. Значит, будет она как купеческие корабли. Аниотсохер это корабли торговцев. Мимерхак издалека привозит она хлеб свой. Значит, если говорить по-простому, то женщина, бывает женщина с широким кругозором, бывает с устим кругозором. Женщина с устим кругозором, она видит только то, что у нее перед глазами, и она, даже если она что-то продаст или купит, то это все будет вокруг дома. Есть женщина, вот как здесь говорится, четырнадцатый отрывок, она подобна купеческим кораблям, и приносит она хлеб свой издалека. Она занимается международной торговлей. То есть, у нее такой, как вы знаете, широкий взгляд на мир, что она понимает, как вообще работает экономика, процессы. Но не просто понимает. Вот смотрите. Подобно она купеческим кораблям. То есть, есть такое понятие, как торговля. И для большинства людей, особенно в бывшем Советском Союзе, это понятие, оно было выкорчевано. Выкорчевано, да. То есть, считалось, что продавать, покупать, это самый низкий уровень развития человека. Торгашество, спекулянты, такие слова были ворыди. То есть, очень прямо идеология бывшего Советского Союза, она лишала человека вот этого предпринимательства. И вот этого внутреннего желания заработать, купить, продать, принести кому-то пользу и так далее. То есть, это не было выгодно в Советском Союзе. Люди должны были быть управляемыми, жить на зарплату и ни шаг влево, ни шаг вправо. Здесь говорится, что женщина, она должна уметь продавать. И мало этого, она должна еще уметь иметь широкий кругозор и заниматься международной торговлей. Конечно, очень такую жену тяжело найти. У меня, кстати, сейчас старшему сыну 20 лет. Я хочу, знаете, когда изучаешь Тору, выполняешь то, что Бог тебе сказал делать, то ты можешь у Бога тоже что-то просить. И вот вы, когда изучаете божественную волю Тора, это заповедь, огромная заповедь, то можно сразу же как бы сказать Богу, смотри, я стараюсь сделать то, что ты хочешь. Пожалуйста, выполни мою какую-то просьбу. Вот у меня сейчас как раз 20 лет сыну, хочу, чтобы он нашел себе доблестную жену, чтобы заслугу вот этих вот уроков, которые я провожу, чтобы он очень удачно женился, чтобы он нашел себе именно Эшет Хайль, доблестную жену, которая для мужчины является, можно сказать, фундаментом успеха в жизни и всего, что у него есть хорошего. Вот, поэтому этот урок пусть будет для удачной женитьбы Элишама, сын Ицхака. Его сын зовут Элишама, сын Ицхака, 20 лет, ему учится в Ешиве, религиозный очень мальчик. И, значит, мужчина уже, какой мальчик, чтобы была хорошая жена, тоже такая нужная религиозная. Ну, мы узнаем, какая. Чтобы она была 14-й отрывок, как она была, чтобы купить честные корабли, которые издалека привозят хлеб. Пускай занимается международной торговлей. Теперь, если мы посмотрим на этот же отрывок, как на метафору Торы, мировоззрения. Что для нас может сказать отрывок, чтобы мировоззрение у тебя было, как купеческие корабли, которые издалека привозят хлеб. В Торе есть такая, как одна модель, есть некая модель, да, такая модель, о которой я хочу рассказать. У Якова, который получил от Бога имя Исраэль, то есть он был первый, кто получил имя Израиль, и от него пошел народ Израиля. У него было 12 сыновей. И среди его сыновей от жены, которую звали Лея, Лея это была жена, на которой он женился, его первая жена, скажем так, да. Он хотел жениться на Рахеле, но ее старшая сестра Лея, ее отдали замуж в первую очередь. У него было пятый и шестой сын, их звали Исахар из Вулум. Значит, эти два брата, написано в Торе про них, что Исахар, он сидел в шатрах и учил Тору. То есть, вот это колено Исахара, они были мудрецы Торы, они посвящали свою жизнь изучению Торы и выполнению заповедей. Теперь Звулун, написано Звулун, он занимался международной как раз торговлей. Есть в Торе благословение, когда сказал Яков так про них, что Ашрей Звулун Бецетеха, Вейсахар Буалеха. Значит, они договорились так, что счастлив Звулун, когда он выходит на свою торговлю, выплывает, а Исахар сидящий в шатрах и учащий Тору. То есть, у них было так договорено, что Звулун работает и зарабатывает деньги, и часть денег идет Исахару, который учит Тору. И заслуга, духовная заслуга в изучении Торы и в поднятии, приближении к Всевышнему распределяется между ними. То есть, Исахар учит Тору, и все его достижения в Торе, они автоматически переходят на Звулуна. А Звулун в это время занимается спокойной торговлей, и его, значит, часть денег идет на Исахара. И поэтому было благословение, звучало так. Счастлив Звулун Бецетеха, когда он выходит на торговлю. Обычно в торговле считается, вот как ты уже в конце продал, заработал, и ты, или ты хорошо заработал, или ты плохо заработал. Бывает, что ты потерял. В Торе такого не бывает. В Торе только, даже если ты учишься, даже если ты ничего не запомнил, даже если ты просто хочешь постигнуть божественную мудрость, ты уже получаешь прибыль. И поэтому Исахар, который сидит в шатрах, он все время получает прибыль. То есть, он с утра проснулся, помолился и начинает учить Тору. Опять помолился, опять учить Тору, опять помолился, опять учить Тору. Он в постоянном кайфе и в постоянной прибыли. То есть, у него идет духовный рост каждую секунду, независимо от результата. Звулун в это время, он выезжает, только выплывает на торговлю. Ему вначале надо продать то, что он взял из Израиля, продать где-нибудь на Типре. Потом ему надо на Типре на эти деньги купить что-то и привезти в Израиль, и опять продать. И он тогда только посчитает свою прибыль. Но из-за того, что они соединились в одно целое, Исахар и Звулун, и Звулун, который обеспечивает Исахара, он своими материальными действиями, получается, тоже служит Всевышнему. Получается, что даже точно так же, как в Торе, когда он выходит только на свою торговлю, но в его намерении, что это я делаю не только для себя, а также и для Исахара, который учит Тору все это время без остановки, в этот момент у Звулуна каждый его шаг, каждое его действие, независимо от материального результата, становится заповедью. И поэтому счастлив Звулун, даже когда он выходит на торговлю, потому что он знает, что Исахар, значит, в это время сидит и учит Тору вот так. Теперь, значит, Яков Нода спрашивает, можно ли найти партнера, который будет зарабатывать, а самому изучать Тору. Конечно, можно, Яков. Нужно для этого начать с того, что начать учить Тору, то есть сделать первый шаг. Молиться Всевышнему, и когда ты учишься, когда ты учишься по-настоящему, и ты ищешь того, за кого ты будешь учиться, молиться, чтобы вместе духовный твой заработок шел и ему тоже, конечно, такие люди найдутся, это как Всевышний помогает всем, кто хочет выполнять божественные дела. Хорошо, дальше. С интеллектом это тоже очень легко применяется, то есть человек, может быть, у него интеллект, который видит только детали, может быть, интеллект, который видит общую картину. Когда говорится, что жена, интеллект, должна быть как купечные корабли, которые издалека привозят хлеб, это значит, что нужно чуть-чуть посмотреть вперед, вдаль. Как у меня в бизнесе, например, есть некая модель, которая всегда следовала все годы. Есть корзина, из которой ты кушаешь сейчас, то есть твоя работа, которая тебе сейчас приносит ежедневные деньги, и ты должен ей уделять обязательное время, то есть ты должен, даст Бог день, даст Бог пищу, то есть ты должен какую-то делать работу, которая сразу тебе приносит деньги. Но у тебя должна быть все время корзина, из которой ты будешь кушать завтра, через 5 лет. Ты все время должен думать, а что я буду делать через 5 лет, и в этот момент, в каждый день уделять время тому, чтобы изучать какой-то навык, какую-то профессию. То есть строить что-то, что тебе будет приносить деньги через 5 лет. Какие-то навыки профессиональные, какие-то знания, какой-то проект, который сегодня кажется только идеей, но если он выстрелит через 5 лет, то он тебе даст огромные деньги. Это то, что здесь можно понять для интеллекта. То есть думай и в краткосрочной перспективе, и в долгосрочной перспективе. Хорошо, 15-й отрывок. 15-й отрывок. Ватакам Боотлайла, ватитэн тэрэф либэйта вэхок ляна ратея. Значит, какая должна быть еще доблестная жена. 15-й отрывок говорит, что у нее должно быть качество, и встает она Боотлайла. Значит, встает она еще когда ночь, еще когда темно. Видите, 3000 лет назад царь Соломон писал, что тот, кто встает во время рассвета, очень рано. Ну, то есть, пока еще ночь, до восхода солнца. Это доблестное качество, это очень крутое качество. Сейчас до этого уже додумался и Робин Шарма, наконец-то уже дошел через 3000 лет, что надо вставать в 5 утра. Книжку написал в 5 утра. Хотя вот в притчах это написано 3000 лет назад, что хорошая жена, она встает пока еще ночь. Это ранний подъем. Магия утра написали книжку, сейчас самая популярная книжка на русском языке о том, что надо вставать рано утром и чем надо утром заниматься. Мы видим, что это полностью совпадает с теми параметрами, которые восхвалял царь Соломон от имени Всевышнего в женщине. Значит, встает она Боотлайла. То есть, она не должна быть такая, которая Соня, которая валяется по полдня в кровати, а встает она еще ночью. И следующее, что она делает, она раздает пищу в доме своем, то есть, она знает, кого чем кормить, там, завтрак. Каждый знает, каждому что, это детям, это мужу и так далее. И она раздает уроки, ну, урок говорит, что делать служанкам. То есть, она умеет делегировать. Вот еще мы увидели три качества, которыми должна обладать доблестная жена. Делегировать – это рано вставать, всех кормить правильной едой, которая каждому нужна. И она должна уметь делегировать. Делегировать – это очень сложно. Я вам скажу, что у меня, можно сказать, вот, лично про себя могу сказать, что в бизнесе у меня начало получаться только с того момента, когда я научился с людьми правильно строить отношения в делегировании. То есть, когда ты умеешь одному делегировать, второму делегировать, третьему, ты каждому раздал задания, и ты, и механизм работает, как бы, да, весь бизнес работает. Если человек этого не умеет, то он все время будет вынужден сам все делать, сам за всем следить и так далее. То есть, это очень важное качество – уметь свои какие-то дела правильно делегировать тем людям, для кого выполнение этих дел приносит радость, удовольствие, прибыль. Они делают эти дела лучше, чем ты, потому что человек реально может делать хорошо какое-то одно-два дела, то, к чему у него есть призвание. Все остальное он делает плохо. А остальные дела есть люди, у которых к ним призвание. Они сделают эти дела намного лучше. Поэтому для женщины важно себе развивать эти качества. Для интеллекта, понятное дело, что это важно осознать, осознать и понять важность того, что утро – это то время, когда ты должен инвестировать в себя, встать рано, заняться спортом, помедитировать, поучиться. То есть, то время, когда никто тебе не мешает. Потом человек весь день, он живет постоянно на реактивном режиме, его растаскивают. То есть, мозг, внимание в течение дня очень тяжело собрать. Но если ты встаешь рано утром, то ты можешь это время посвятить именно важным для себя делам. Единственное, что если ты не залез в это время в Инстаграм или в Фейсбук, и не начал опять же лазить просто вот так вот, куда потянет. Хорошо. Шестнадцатый отрывок. Шестнадцатый отрывок, он нам говорит следующее. Значит, еще раз, рано вставать, правильно кормить своих ближних или самому правильно питаться, и уметь делидировать, уметь перепоручать какие-то или поручать какие-то задания правильным людям в правильной форме. И это очень важное качество и для женщины, и для интеллекта, для любого человека. Теперь дальше. Теперь дальше. Шестнадцатый отрывок. Замема саде в этиках эу. Задумала она купить поле и приобрела его. Мепри капе на такаром. От плодов рук своих сажает она виноградник. То есть здесь говорится еще о качестве женщины, что она... Ну, казалось бы, да, могла бы женщина сказать, да, пускай муж все делает, какая разница, что я всего лишь женщина. Но здесь говорится, что женщина, она... Что она делает? Она задумывает купить поле и покупает его. То есть каждый человек, каждый человек, мужчина это или женщина, особенно в современном мире, когда граница уже очень сильно стерлась, да, это раньше было, женщины такие были более угнетенные, они были бесправны, они голосовать не могли и так далее. В современном мире у женщины есть столько же возможностей, сколько есть у мужчины, и она может задумать, задумать, видите, здесь красиво как написано, задумала поле купить и купила его, приобрела его. И потом из плодов рук своих, то есть она на поле в этом вырастила что-то, вырастила, вырастила, оп, она дальше что делает? Насаждает виноградник. Значит, здесь очень-очень важная такая вещь. Царь Соломон в Мишли очень много раз в притчах говорил о том, и в Куэлите, в Экклезиастии, в Мишли о том, что земледелие это очень крутое занятие. Земледелие это очень крутое занятие. Почему? Потому что он с разных сторон подходил к этому вопросу, но как бы главная идея, что сон земледельца, он спокоен. То есть ты, у тебя очень, твой бизнес, он связан только с тем, насколько ты ухаживаешь за своим полем и насколько Всевышний дает тебе благословение с неба. Потому что на одном и том же поле разница в урожае может быть в десятки раз, если ты правильно подошел, неправильно, повезло, не повезло и так далее. То есть земледелие это крутая тема, которая может дать тебе, или ты выращиваешь на поле что-то, или ты виноградник выращиваешь, может дать тебе, вот представьте, вдумайтесь, да, одно зерно садишь, 50 зорин вырастает, в 50 раз, да, это же очень круто. Или же виноград, да, ты посадил один раз виноград, и у тебя каждый год идет с этого куста, с этой виноградной лозы, идут там этот виноград ведрами, ведрами, а ты его потом, бах, из него вино еще сделал. Ну то есть это очень хороший бизнес, просто он на сегодня как-то не так сильно популярен, потому что сейчас делается, если сельское хозяйство, то это очень машина, автоматизировано и так далее. Теперь давайте посмотрим, где здесь есть, где здесь есть мировоззрение. Где есть, что Тора говорит нам про поля, что Поля нам говорит про виноградники. Очень много Тора нам говорит и про поля, и про виноградники, но мы сегодня уже заканчиваем, уже 10.24, поэтому мы продолжим про поля, виноградники завтра, и дальше у нас будет и 17 отрывок, в общем, у нас еще впереди 15 отрывков до конца главы, поэтому приходите завтра с 10 до 10.20, а сегодня сделайте для себя какие-то выводы важные. Когда человек что-то учит и потом делает для себя резюме, выводы, три вывода, да, это как семена он положил себе в мозг. Когда он этими семенами делится, он кому-то рассказывает то, что он для себя понял. Эти семена в мозге укрепляются и прорастают. Когда он принимает решение что-то сделать из того, что он узнал нового и принял для себя решение, то он еще усиливает в мозге это семя, и оно начинает прорастать и давать плоды. Знание это сила, но знание это сила, когда ты узнал, запомнил и применил. Вот тогда это страшная сила. Поэтому я вам желаю применять эти знания для хороших, добрых дел. Всем, кто еще не женат, желаю жениться. Всем, кто не замужем, выйти замуж. Создать хорошую, правильную семью. Семья это огромная работа, на котором, если там работать, можно возделать очень много счастья. Все, удачи, всем успехов, хорошего, прекрасного дня, полного добра и божественного света. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok